Ежедневно в 7 часов утра супруги Симоновы ждут свой рейсовый автобус. Но изо дня в день бийские перевозчики игнорируют остановку ДКБОС. Анна инвалид по зрению, работает массажистом в детской поликлинике. Ее пациенты сложные дети с диагнозом ДЦП, а потому опаздывать никак нельзя. На работу злой приезжаешь и все. Звонишь в администрацию, везде в диспетчерскую, начинаешь ругаться со всеми, что почему уже несколько раз была такая ситуация и ничего не меняется. Говорили только сделаем, сделаем, сделаем. Ничего не менялось. Постоянные звонки чиновникам и в городскую диспетчерскую службу результатов не принесли. Единственное, что изменили регулярные жалобы, это то, что на остановочном павильоне где-то в кустах установили знак. Но и он должного эффекта не создал. Супруги считают, что шоферы специально проезжают мимо, чтобы не везти пассажиров-лиготников. Зная то, что люди едут по проездному, они пролетают мимо, они не останавливаются, потому что им денег за это не дадут. Интервал движения 77-го автобуса 8 минут. Вот и получается, если один не остановился, ждать приходится как минимум 16 минут. Терпение у бейчан закончилось еще весной, после очередного вопиющего случая, когда сразу 4 автобуса прошли мимо. Вот, видите, вот проехал мимо элементарно, автобус проехал мимо. Почти часовое ожидание вынудило супругов Симоновых обратиться в прокуратуру. В ведомстве заявление приняли, а с помощью навигационной системы нашли тех водителей, которые проскочили остановку ДК БОС. После этого вовсе не составило труда установить частных перевозчиков, в чем автопарке числятся данные транспортные средства. За совершение данных правонарушений предприниматели привлечены к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей каждому. Однако сами автоперевозчики виноватыми себя не считают. Один из близких предпринимателей решение надзорного ведомства намерен оспорить и уже с ответным иском обратился в суд. Вот здесь видно, что автобус ехал 37 километров в час, подъезжает к автоостановке 19 километров в час, 11, и 30 секунд нет времени. То есть он подъехал, автобус остановился и дальше. Человек пишет, что вообще на полном ходу пролетел. Я верю водителям, то есть я сам выезжал, сам смотрел. Выезжала транспортная инспекция, выезжали с администрации. Ну, чтобы вот такой факт случился и чтобы в дальнейшем все это происходило, такого быть просто не может быть. Возмущены и водители, которые якобы избирательно относятся к пассажирам. Они уверяют, что каждого своего клиента знают в лицо, а потому мимо не проезжают. Нашей вины здесь нету. Мы по этому поводу давали объяснение. В общем-то, мы всегда забираем всех людей из остановки. Диспетчерская служба работает не совсем корректно. То есть там непонятные ситуации возникают. В Бийске на каждом транспортном средстве, которое выходит на линию, установлены специальные датчики. Они передают всю информацию в городской диспетчерский центр. Здесь можно без труда отследить движение любого автобуса. Правда, данные о местоположении и скорости фиксируются не чаще двух раз в минуту. С помощью истории движения мы можем посмотреть более подробно, то есть в какой момент времени была у него скорость. Например, вот мы видим контрольную точку 8,57, где скорость 0. То есть, соответственно, на Ленинградской он останавливался, потому что пришла контрольная точка, в которой указано, что его скорость движения составляет 0 на этот час. Но так как отметки от транспортных средств приходят приблизительно раз в 30 секунд, то есть мы с полной уверенностью не можем сказать, что в период этих 30 секунд он не делал какую-то кратковременную остановку. На чьей стороне правда в ближайшее время определит суд. Однако для супругов Симоновых положительный результат все же есть. Сегодня, после вмешательства прокуратуры, автобусы из 77 маршрута их остановку не пропускают. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. Будни.